История появления фотоаппарата, виды и типы этих специальных приборов для фиксации неподвижных объектов, а также работа военных фотокорреспондентов оказались в центре внимания в рамках новой экспозиции Музея Брест-Театральной. Выставка ждала своего часа давно, однако сегодня можно смело сказать, что все происходит тогда, когда это необходимо. В год юбилея Великой Победы даже фотографии военного времени. Молчаливые фиксаторы страшных событий воспринимаются иначе. Эта выставка посвящена 73-ю победам, что год юбилейный. В первую очередь она посвящена всем военным фотокорреспондентам, благодаря которым мы знаем историю войны не просто на словах и в рассказах, а именно в фотодокументах. Фотографически, документально подтверждено, что действительно было страшно, и что мы должны благодарить людей тех, которые нам принесли этот мир. Также мы расскажем еще просто об истории фотоотдела, о том, как появилась фотография, как изобрели первый фотоаппарат, расскажем о том, как потом проявлялась пленка, как появлялись фотографии. Проводить экскурсии директору музея Анне Ковалевой помогают учащиеся 7-го В-класса 12-й школы. Мальчики и девочки не заучивают свою часть ранее кем-то приготовленного текста. Они сами находят важную и интересную информацию по теме, помогают компоновать выставку. То есть принимают непосредственное участие в ее организации. Ребята признаются, что эта работа их совсем не тяготит, скорее наоборот, вдохновляет и позволяет существенно расширить кругозор. С нашей съемочной группой юный экскурсовод Татьяна Петрова также поделилась историей, которую она узнала, готовя материал к открывшейся выставке. Эдит Пиар – это певица, которая приехала в концлагерь, она со своим концертом и попросила сделать групповое фото вместе с заключенными. А после этого, когда она уже приехала во Францию, с помощью своих друзей она увеличила эту фотографию и вырезала фото каждых заключенных и сделала 120 паспортов фальшивых. Потом она попросила сделать еще один концерт и приехала туда и раздала эти паспорта. И с помощью этого многие люди смогли оттуда сбежать и выжить. Экспозицию с лейкой и блокнотом может посетить любой желающий. Однако стоит поторопиться, более 300 экспонатов, отражающих развитие фотоаппарата и фотоискусства, будут доступны для ознакомления только месяц – до конца июня.